Успевает. Дорожники сегодня заявили о том, что отремонтированный Рязанский проспект откроется точно в срок, то есть к сентябрю следующего года. Обещают, что трасса будет широкой и бессветофорной. Наш корреспондент Денис Восковский узнал, что логистические перемены ждут не только автомобилистов, но и пешеходов, и даже велосипедистов. Он успел сделать свой репортаж утром, до того, как начался дождь. Аномальная жара для дорожных работ создает условия, приближенные к идеальным. Бетон сохнет быстрее, технология укладки не нарушается. Летний этап строительства идет с опережением графика. Мы стоим на основании, дальше будут уже укладываться слои асфальта. Сколько слоев и насколько они прочные будут? Слои прочные, износостойкие. Если бы позволяла погода, они бы, наверное, служили вечно. Ну, так как у нас погода часто бывает зимняя, холодная, сырость меняется морозом, поэтому... Примерный срок службы? Ну, срок службы, пять лет покрытие должно строго прослужить. Работы впереди еще много. Десять пешеходных переходов решено сделать подземными. А значит, предстоит масштабный перенос коммуникаций. После того, как Рязанку расширят и уберут восемь светофоров, пропускная способность трассы должна увеличиться на четверть. Повернуть в сторону области станет легче. Возле пересечения Рязанского проспекта с Малым кольцом Московской железной дороги появится 200-метровая эстакада. Есть хорошие новости для тех, кто предпочитает велосипеды. От пересечения с улицы Академика Скрябина Дамкат построит велосипедную дорожку. Она будет располагаться в нескольких метрах от проезжей части. Проектируемая ширина три метра, длина два с половиной километра. Точно такую же велотрассу сделают и в сторону центра. Строители уделяют особое внимание экологической составляющей проекта. К максимуму сохраняются газоны, делаются новые газоны между Дублером и Рязанским проспектом. Минимум вырубки деревьев. Ну то есть дорога вписывается в городские условия. Рязанку разделили на два строительных участка. Внутри МКАД и за его пределами. Но срок окончания работ один. Третий квартал следующего года. Денис Восковский, Владимир Судецкий, Ирин Дмитнёв, Москва, 24.